Здарова, камрады! С вами Argument600 и сегодня мы с вами поговорим об однокристальных системах в формате для чайников. Ну, не совсем чайников, конечно, просто для тех, кто хочет разобраться. Очень много вопросов приходит на тему, какой процессор выбрать, в чем разница и почему один четырехъядерный процессор может быстрее другого восьмиядерного процессора. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. По ходу повествования я буду немного упрощать формулировки, так что просьба энтузиастов не бомбить. Для вас и так регулярно выходят специализированные ролики. Давайте посмотрим на рынок в целом. Получается очень интересная ситуация. Для компьютеров и ноутбуков процессоры производят лишь Intel и AMD, а вот для смартфонов выбор гораздо больше. Дело в том, что производители электроники, сполна хлебнувшие застоя в сегменте традиционных компьютеров, который случился как раз-таки из-за мизерного количества игроков, решили обезопасить себя и гарантировать себе независимость, начав разрабатывать чипы для своих нужд. Разумеется, рано или поздно монополисты все равно определятся. Но пока у нас есть относительно обширный выбор. Однако для новичка тут есть множество подводных камней и непонятных моментов. Давайте рассмотрим конкретный пример. Тут у нас два восьмиядерных чипа, которые у обоих производителей занимают среднее место во всей линейке. И вышли они примерно в одно время. Они оба восьмиядерные. Для рядовых пользователей это простая числовая характеристика. Четыре ядра лучше двух, шесть лучше четырех, ну и так далее. Возьмем для примера две модели одного бренда. Для справедливости. С точки зрения неискушенного пользователя их характеристики будут выглядеть так. Разумеется, больше значит лучше. На этом этапе, если пользователь не энтузиаст, процесс выбора в 90% случаев заканчивается. Особенно с Orme в интернете, что высокое разрешение никому не нужно, жрет батарею, ну и так далее. Но если даже выбор идет в магазине, и покупатель будет очарован внешним видом того смартфона, что справа, ну мало ли у кого какой вкус, то тут ему на голову, как мол Тора, свалится цена. При такой расстановке сил в голове неподготовленного пользователя нет шансов сделать выбор в сторону более дорогого продукта. Это просто противоречит логике в рамках конкретного человека. И разумеется, это именно тот случай, когда у нас в одном смартфоне процессор Mediatek, а в другом Snapdragon. Даже те же самые модели, про которые мы говорили ранее. Давайте вернемся к ним и посмотрим, за что же должен заплатить пользователь. Обыватель как-то так себе представляет эти самые 8 ядер. Чуть более продвинутые еще смотрят на частоту, но ведь на самом деле процессором в смартфоне называют однокристальную систему. А это значит, что под одной крышкой находится целый набор микросхем, то есть это составная компоновка. И именно поэтому чип называется системой, в которой, кстати говоря, центральный процессор занимает даже не самую большую часть. Фактически у нас получается, что самые принципиально важные компоненты находятся в составе одного чипа. Понимая эту простую истину, мы можем начать задавать неудобные для производителей вопросы. А насколько тут производительный графический ускоритель? А насколько хорошо работает Wi-Fi приемник? А есть ли поддержка аппаратной системы, подавление шума при разговоре? Ну и так далее. Короче говоря, насколько хорош каждый из этих компонентов? И тут начинается самое интересное. Ну возьмем GPS. И тут окажется, что смартфоны на платформе Mediatek до сих пор хуже справляются с навигацией без использования интернета. Ну вот посмотрите, даже самый нищенский Snapdragon 210 обеспечивает лучшее позиционирование на местности, чем даже топовый когда-то Helio X20. Я не говорю, что это всегда так, есть исключение, но по статистике шанс получить годный для навигации девайс на платформе Snapdragon гораздо выше. И вот потихоньку картинка у нас меняется. Идем дальше. Wi-Fi тут у обоих хороший, поддерживаются два диапазона сидей, а качество приема зависит от конкретного девайса. LTE или 4G приемник тоже встроен в чип, и он быстрее у 652. В играх и любых тяжелых трехмерных приложениях, ну например Google Земля, преимущество 652 тоже очевидно. То есть и графический ускоритель тут значительно быстрее. И проблема в том, что такая ситуация практически во всем. Система быстрой зарядки, количество температурных сенсоров, мониторинг напряжения батареи, качество гироскопа, да блин, даже самих датчиков в этих однокристальных системах больше. Взгляните-ка на это. Слева три представителя разных ценовых сегмента от MediaTek, справа Qualcomm. Обратите внимание на то, сколько датчиков и сенсоров предлагают одни чипы, а сколько другие. Даже младший Snapdragon 430 в стандартном состоянии предлагает большее количество сенсоров и данных с ним, чем Helio X20 топового когда-то уровня. Более того, в чипах того же Qualcomm можно найти сенсоры производства тех компаний, которые специализируются на этих продуктах. Bosch, Asahic IMS и так далее. В то время как в чипах MediaTek, разве что только в высшем сегменте, можно встретить, например, датчики Bosch. А в бюджетном сегменте вообще там они, эти чипы имеют по 4-5 датчиков и сенсоров. А некоторые производители пихают дополнительно сенсоры в свои аппараты, поэтому зачастую в смартфонах именитых производителей на платформе MediaTek можно таки найти больше датчиков, но это уже детали. Ситуация уже начала радикально меняться, но это еще не все. Окей, скажут мне новички, допустим, у одного чипа быстрее графика, лучше поддержка LTE, больше сенсоров. Но главное, что есть в чипе, процессорные ядра. Их и там, и там 8. Ну, на самом деле, все не так просто. Впрочем, вы уже должны были привыкнуть. Изначально мы действительно представляли эти чипы как равные, но они же оба 8-ядерные, пусть и с небольшой разницей в частоте. Но в отличие от компьютеров, в смартфонах ядра могут быть разными, у них разная архитектура. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но чтобы было понятнее, вот вам аналогия. Архитектура ядер, это как порода у собак. Один лабрадор может быть быстрее другого, но ни один из них не может обогнать борзую. То же самое и с процессорами. Ядра А53 могут работать на разных частотах, но они никогда не обгонят ядра А75, даже если те будут работать на низкой частоте. Вот что тут у нас получается в случае с нашими однокристальными системами. Надо ли объяснять, какая упряжка поедет быстрее и насколько? Ну хорошо, если отбросить все образы и посмотреть реальную картину, то можно ее представить вот так. Если мы возьмем одно быстрое ядро Helio P10, работающее на частоте 2 ГГц, и сравним с одним быстрым ядром А72, работающим на меньшей частоте, то насколько второе будет быстрее? Давайте представим, что радиус круга – это производительность ядра. Чем больше круг, тем выше производительность. Насколько нам нужно увеличить круг справа? А вот насколько. И может сначала показаться, что это немного, но если мы дорисуем все ядра для каждого чипа, то станет ясно, насколько 652 может угнетать MediaTek в данном, пускай и некорректном сравнении. Ну и что же мы получили в итоге? Все карты раскрыты, и картина, согласитесь, довольно однозначно. А помните, с чего мы начинали? Вот с этого. Но стоит добавить к этому слайду все, что мы только что узнали, как картинка начинает играть совсем новым цветом. На этом слайде преимущество смартфона слева уже не кажется столь очевидным, хотя изначально он был абсолютным фаворитом. А все потому, что мы попросту разобрались, как обстоит дело с одним из компонентов. Считайте, что вы на секунду посмотрели на гаджеты моими глазами. И тут зритель может возразить, мол, да, но у аппарата слева все равно есть свои преимущества, а значит, разрыв в цене все равно неадекватен. И с такими словами, мой любимый зритель, ты допустишь еще одну классическую ошибку. Узнав про одну из тонкостей, ты не начинаешь знать их все. Позволь, я доделаю эту работу за тебя. Да, смартфон справа меньше оперативки, но зато она ровно в два раза быстрее. 32 гигабайта постоянной памяти у HTC 10 Lifestyle работает в два с половиной раза быстрее, а это значит, что все приложения будут запускаться гораздо быстрее и устанавливаться тоже. Это гораздо предпочтительнее объема, так как оба эти смартфоны имеют поддержку карт памяти. У него есть поддержка передачи музыки по Bluetooth без потери качества. У него установлены лучшие матрицы в фотомодулях, которые имеют оптическую стабилизацию, включая даже стабилизацию для селфи-камеры. Я уж не говорю о том, что даже линзы тут лучше и пропускают больше света на матрицы, так что при недостаточном освещении качество снимков будет заметно отличаться. Ну и для кого-то это главное, даже с учетом жрущего дисплея с неразумным разрешением, этот смартфон имеет большую автономность при той же емкости аккумулятора. И это я еще не добрался до качества экранов, которые тоже наверняка разные, не только по разрешению, но и по качеству. Я как-то уже делал подробное видео для продвинутых пользователей о том, насколько могут различаться экраны со схожими характеристиками. Ссылка будет в конце этого видео. Но думаю, теперь вам точно стало понятно, почему же один смартфон стоит 27 тысяч рублей, а другой 16. Может показаться то, что я просто поливал грязью Mediatek, и сравнивал то, что сравнивать некорректно. Но я просто показал, в чем именно состоит переплата. Ведь справедливо и обратное, можно найти столь же дорогой смартфон на платформе Mediatek, и это будет достаточно жирный девайс, чтобы конкурировать с нашим сегодняшним героем. Дело в том, что нельзя недооценивать роль однокристальной системы, на ней завязано гораздо больше качеств устройства, чем можно было подумать изначально. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас оказался выпуск. Надеюсь, он для вас окажется полезным. Надеюсь, он поможет для кого-то сделать более осознанный выбор или сэкономить голдишко. Это, по мне, тоже неплохо. Поделитесь этим роликом с друзьями. Для тех, кто не в курсе, для тех, кто ломает себе голову над выбором смартфонов, возможно, у него какие-то вопросы отпадут. А у меня на сегодня все. С вами был Аргумент 600. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!